МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Возгласами позор встретили приговор, вынесенный казахстанским судом профсоюзному лидеру Нурбеку Кушакбаеву. Инспектор по труду профсоюзной организации нефтесервисного предприятия Oil Construction Company получил 2,5 года лишения свободы за подстрекательство к незаконной забастовке. Речь идет о масштабной акции голодовки нефтяников в январе, которые протестовали против ликвидации конфедерации независимых профсоюзов. Сторонники Кушакбаева назвали приговор расправой. Из зала суда Айнур Коскина. Политические процессы всегда белыми нитками шибки. Сторонники Нурбека Кушакбаева собрались в зале суда задолго до вынесения приговора. Вопрос, почему профсоюзного лидера из Актау судят в Астане, уже никто не задает. Все понимают, этот суд показательный. Ведь эти люди, они ничего не просят. Они не просят сововласть, они не просят никаких каких-то для себя новых льгот и так далее. Они просто просят, чтобы их трудовые права были реализованы. Власть сегодня любое намерение защищать свои права, любое намерение объединяться и пытаться доказывать о том, что в Казахстане отсутствует возможность доступа к правосудию, решение вопросов в законном порядке. Она все это инакомыльцы сегодня пытается задавить. 34-летнего профсоюзного лидера задержали после затяжной массовой акции голодовки нефтяников. Она проходила в течение двух недель в офисе профсоюза предприятия в городе Актау и по месту работы нефтяников на месторождениях Каламкас и Житебай. Нефтяники требовали остановить ликвидацию конфедерации независимых профсоюзов Казахстана. Уголовное дело в отношениях Кушахпаева завели по заявлению нефтесервисного предприятия Технотрейдинг ЛТД, которое якобы понесло убытки от акции пассивного протеста. На премиях сторон прокурор просил суд приговорить Кушахпаева к трем годам лишения свободы. Максимальному сроку по статье 402 Уголовного кодекса, действия, провоцирующие продолжение участия в забастовке, признанной судом незаконной. Суд поддержал обвинение. Суд приговорил Кушахпаева Нурбека Жак-Сылыковича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного в статье 402 Уголовного кодекса, и назначить ему наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с лишением права заниматься общественной деятельностью сроком до двух лет. Отбывание лишения свободы назначить в исправительной колонии общего режима. Срок отбывания наказания исчисляет 20 января 2017 года. С Кушахпаева также высыщет порядка 25 миллионов тенге. Это более 80 тысяч долларов США. По гражданскому иску нефтесервисная компания «Технотрейдинг ЛТД». Это сумма ущерба, якобы нанесенного предприятию действиями профсоюзного лидера. Кроме того, с подсудимого взыскиваются госпошлина и процессуальные издержки. Сторонники профсоюзного лидера намерены обратиться к депутатам парламента, чтобы они пересмотрели норму уголовного кодекса, касающейся проведения забастовок. Вот собрали подписи каждому депутату с требованием отменить 402-ю статью Уголовного кодекса, по которой осудили Нурбека Кушахбаева. Практически ни в одной стране в мире по вопросам о забастовке уголовных статей нет. Активисты-общественники и адвокаты Кушахбаева намерены добиваться смягчения наказания. Власти сами не понимают, что своими руками увеличивают протестные настроения среди народа. Люди видят вопиющую несправедливость. Тем, что они судят по надуманным обвинениям, власти настраивают общество против себя. Айнур Коскин, организатор спанов, настоящее время.